Несмотря на то, что официально до зимы есть еще месяц, как говорится, готовься, а не летом. В случае спецавтохозяйства – технику. Сегодня поговорим о том, готов ли город к зиме. Еще раз вернемся на форум «Россия – спортивная держава» и расскажем, что будет в ночь искусств. Здравствуйте, в студии работает Евгений Казанцев. Мы начинаем. Массовое отравление. 15 участников Всероссийского фестиваля цирковых коллективов подцепили на Равирус. Меди – нет. Такие послания оставляют ворам сотрудники Ростелекома, но даже это не помогает. Сколько уголовных дел возбудили и как подать на перерасчет? Они и поют, и танцуют, и песни сочиняют. Талантливая молодежь нашего города выделилась на конкурсе «Домпром». Как за пять минут до выхода поменять номер и выиграть, и как связаны творчество и завод? Обо всем подробно расскажем прямо сейчас. Ночной выпуск с новостей из краевой столицы. Сегодня в Перми должен был состояться Всероссийский фестиваль цирковых коллективов. На голоконцерт пригласили звездное жюри. Например, ранее говорилось, что в Пермь приехали Эдгар и Аскольд Запашные. Однако сегодня стало известно, что мероприятие экстренно пришлось отменять. Конкурс детских коллективов ежегодно проводится с целью привлечения внимания общественности к цирковому искусству. На фестиваль приехали участники со всей России. Днем сообщили, что 15 из них отравились. Диагноз – норовирус. Пострадавшие госпитализированы. Состояние медики оценивают как стабильное. Всем оказывается необходимая помощь. Известно, что среди пациентов циркочизного Кузнецка, Ульяновска и Барнаула. Расследованием занимается Роспотребнадзор. Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Дети завтракали и ужинали в гостинице «Профсоюзная». Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следствием проводятся осмотры места происшествия. Изъята документация. Допрашиваются потерпевшие и свидетели. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Сбор и закрепление доказательств. К другим темам. Метеорологи ГИС Центра Пермского государственного университета предупреждают. Этой ночью похолодает до минус 10. При этом местами выпадет ливневый снегопад. Однако уже сейчас тротуары покрылись ледяной коркой. Зима близится, а значит приходит жаркое время для хозяйственников. Специалисты спецавтохозяйства говорят. В среднем в смене трудятся три бригады. Они очищают лестницы, пешеходные переходы, посыпают тротуары. В настоящее время у нас для содержания автомобильных дорог на территории города Березники имеется 42 единицы специализированной снегоуборочной техники. На сегодня в смену выходит порядка 15-20 единиц техники. Сегодня проведена профилактика противогололедными реагентами. Заготовлена песко-соляная смесь. Ее объем 2,5 тысячи тонн. Содержать дороги будут и в Усолье. Для работы в более снежный период у организации заключен договор с подрядчиками на аренду техники. Периодичность очистки будет прежней. В первую очередь убирают центральную улицу, где ездит общественный транспорт. На дорогах, которые соединяют населенные пункты, уборка будет проводиться каждые три дня, а в частном секторе каждые пять дней. Также ночью проводятся патрулирование техники и бригад для посыпки и расчистки улиц, остановок от наледи и снега. Оптика меди нет. Доходит уже до таких записок в канализационных люках. Вирус, который поглотил Березники и Соликамск, массовые вырезки кабеля в поисках металла. В погоне за легкой наживой воры отрубают абонентов от стационарной связи. А для пенсионеров это единственная нить с внешним миром. С украденным кабелем нарушители крадут и доверие к крупному провайдеру. Объемы колоссальные. Отремонтировали в одном месте, вырезали в другом. Порочный круг, где света белого не видно. Карина Волошина расскажет про перерасчет. Связь в наше время помогает не только узнать нужную информацию, но и связаться с близкими. К сожалению, в Березниках для пользователей Ростелекома данная услуга стала недоступна. Например, жительница города Березники Лариса Кналп осталась без связи. В августе у нее отключили телефон и теперь она не может элементарно связаться с мамой, чтобы узнать, как ее здоровье. Мастера вызывали еще в сентябре, после того, как оборвалась связь. В течение двух недель так никто и не пришел. До сегодняшнего момента у нас телефон не работает. За него мы платим исправно. В августе, когда связь оборвалась, я проплатила, не посмотрев. Думала, может, просто уже там деньги закончились. Заплатила в сентябре обычная оплата, как после числа где-то 15-20 мы проводим оплату. Но в октябре я уже не плачу. С такой проблемой столкнулись многие березниковцы. Большинство районов остались без связи, а именно площадь Ленина, Парижской коммуны, Свердлово, Вечный огонь, Мира, улицы Химиков, Свободы, Тельмана и 30 лет Победы. Оборудование цифрового провайдера уже не в первый раз повреждается неизвестными лицами. В результате сотни абонентов, а также социальные и городские объекты остаются без связи и домашнего телефона. Для решения проблемы повреждения линии связи в Березняках от лица компании написано обращение в администрацию города и полицию. Количество хищений растет. Что же становится причиной кражи вовсе не драгоценного кабеля? Ведь стоимость его за килограмм порядка 700 рублей. Не так уж и много. На одной чаше весов воровство, а на другой невозможность дозвониться близкому человеку. или вызвать скорую помощь. Чаще всего кражи происходят с подвалов и чердаков домов и зданий, двери которых были не заперты. Это в том числе и расселенные дома. Всего за 9 месяцев в полицию города Березняки от жителей было зарегистрировано более 70 заявлений о краже кабеля. Сотрудниками Березняковской полиции было возбуждено более 60 уголовных дел по факту кражи кабеля. Из них более 30 уголовных дел по факту кражи кабеля, принадлежащего компании «Простелеку». В суд было направлено 14 уголовных дел. Судом рассмотрено 5 уголовных дел и все наказания подозреваемых не связаны с лишением свободы. Горожанам, которые остались без связи из-за вырезки кабеля, нужно обратиться с заявкой на перерасчет оплаты на горячую линию «Ростелеком» по номеру 8 800 1800. А недобросовестным и наглым воришкам стоит осознавать, что такой способ заработать легких денег может сломать им жизнь навсегда. Карина Волошина, Данил Буторин, Новости, Верхникамья. Теперь для пользователей приложения ГУС-услуги проще зарегистрировать биометрические данные без использования загранпаспорта нового поколения. Достаточно подтвержденной учетной записи и смартфона. Нужно всего лишь сделать фотографию и записать голос. О других актуальных новостях расскажем в рубрике «Новости коротко». Программу материнского капитала могут изменить после 2026 года. Депутаты Госдумы предлагают ограничить выплату на первенство, если возраст матери до 25-30 лет, или перенести выплату на второго ребенка. Депутаты опираются на то, что материнский капитал для женщин, впервые рожающих в позднем возрасте, не стимулирует появление новых многодетных семей. И если жизненные обстоятельства сложились так, что первая беременность после 30 или даже после 40 лет, то это не должно становиться основанием для отсутствия финансовой поддержки. Весной 2024 года в Перми может подорожать проезд в общественном транспорте до 37 рублей. Если сейчас стоимость проездов составляет 30-35 рублей, то уже в апреле стоимость будет до 39 рублей. Так, стоимость одной поездки по гражданским проездным составит средним до 35 рублей, а по льготным до 26 рублей. При этом без использования проездных или льгот тариф будет устанавливаться администрацией города, а не перевозчиком. В Березняках на сцене ДК «Металлургов» 27 октября в 18.00 состоится спектакль «Иван соленые уши». Сказка показывает зрителю о том, какие приключения встретил герой Иван Соливар на своем пути. Учит добру, взаимовыручки и любви к малой родине. Гастроли посвящены 300-летию Перми и проходят при поддержке Министерства культуры Пермского края. Новости коротко подготовила Карина Волошина. К другим темам. С 1 ноября меняется расписание городского транспорта. В маршруте номер 16, что следует до Легина, добавился утренний рейс. Автобус номер 4 до Зырянки теперь будет начинать движение от остановки «Спорт и туризм». Еще один маршрут также изменен. Автобус номер 1 теперь будет ходить до микрорайона «Еврахим». Правда, не все рейсы. Согласно расписанию, конечную точку изменят 11 автобусов. Теперь транспорт будет идти через заправку, затем остановится на улице Шишкина, а после в микрорайоне «Еврахим». Напомним, новое расписание вводится с 1 ноября. Не так давно в Перми прошел 11-й международный форум «Россия – спортивная держава». Он стал рекордным как по количеству участников, так и по числу представленных стран. Работали более 5000 человек из 50 государств. Для участия в форуме в Пермь прибыл президент России Владимир Путин. Подробнее расскажут наши коллеги из телекомпании «ГТРК Пермь». Здесь отдача, здесь процесс прицеливания профессиональной приборы. Биатлон в каждой школе. Такой проект Юрий Громыко презентует в Перми. На форуме «Россия – спортивная держава». Цель – сделать традиционный российский вид спорта по-настоящему массовым. Профессиональные пневматические винтовки безопасны и доступны каждому. И таких в различные учебные учреждения уже поставили 3000 комплектов. Дети в таких условиях получают навыки не просто стрельбы, они изучают природу стрельбы. На соседнем стенде, как будто не замечая зрителей, лавируют маленький квадрокоптер. Именно с таких начинаются профессиональные гонки дронов. Когда скорости доходит до 450 км в час, а точность сродни ювелирной – это уже точно не просто игрушка. Быстрее, выше, ну и сильнее в плане психологической подготовки, чтобы в гонках дронов тоже достаточно большое значение имеет работа с собой. На форуме представлены все спортивные федерации. Своё оборудование и экипировку привезли лучшие производители со всей России и некоторых зарубежных стран. Особое внимание региональным стендам. В Башкортостане, к примеру, не скрывают секреты побед своих спортсменов. Секрет побед наших спортсменов – это наш башкирский традиционный мёд. Уникальный. К стенду Пермского края сегодня приковано особое внимание. Здесь всё, чем может гордиться при Каме. Кубки по гандболу и баскетболу, чемпионский пояс по боксу, а также продукция пермских предприятий, известная далеко за пределами региона. Обновлённый велосипедный бренд Кама занимает здесь достойное место. На встрече с Владимиром Путиным об успехах Перми в год её трёхсотлетия рассказывает губернатор Дмитрий Махунин. Вот лишь последние спортивные объекты. То, что как раз сейчас находится в работе. Манеж «Спартак», стадионы «Энергия» и «Юность». Ну и наша мечта – мы начнём реализоваться в этом году многофункциональной спортивной арены. Здесь половина тысяч мест. Проектно-смертная документация готова. И мы собираемся строить такой, несмотря ни на что, крупный объект. Когда город живёт спортом, это настоящий праздник. Одна из традиций форума – открытие новых спортивных объектов прямо из места его проведения – онлайн. Пожалуйста. С нажатием этой кнопки одновременно запускаются в работу сразу семь спортивных объектов в семи разных регионах России. На прямой связи Тамбовская, Смоленская, Орловская, Рязанская, Липецкая, Нижегородская области и, конечно, Пермский край. Пусть эти объекты станут домом для тысячи тысяч людей нашей великой страны, и чтобы спорт действительно всё более и более становился нормой нашей жизни. Все спортивные сооружения построены в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». И в Пермском крае открывается новая лыжероллерная трасса в деревне Шилова. Три километра специально оборудованного освещенного асфальта, на котором смогут заниматься как любители, так и профессионалы. Несмотря на дождь, Николай уже начал подготовку к первым декабрьским стартам. Так всё нравится – подъёмы, спуски. Всё сделано с умом, грамотно. Эта трасса – лучшее, что было вообще в Пермском крае. Расписание деловой части форума распланировано на все три дня работы. Участники могут выбрать любую заинтересовавшую тему. Параллельно каждые несколько минут начинается церемония подписания нового официального документа. Вот, например, Пермский край и спортивная федерация регби России заключают соглашение о сотрудничестве. Уважаемые коллеги, документ подписан. Прошу приветствовать. На стенде Министерство спорта России презентует спортивную программу Всемирного фестиваля молодёжи. Он пройдёт в Сириусе, на берегу Чёрного моря, уже в будущем году. Ожидается, что в нём примут участие 20 тысяч человек из России и зарубежных стран. Программа выглядит достаточно насыщенно. Включает в себя и соревнования показательного характера и мастер-класса именитых спортсменов, и по целому ряда видов спорта, и соревнования для участников фестиваля. На пленарном заседании форума выступил и Владимир Путин. Своей речью он ещё раз остановился на необходимости поддержки профессиональных спортсменов в условиях международного санкционного давления. При этом основной упор сделал на необходимости развития массового спорта в России. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан. То есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причём всех возрастов и групп здоровья. Создаём для этого все условия. Три дня работы форума не прошли зря. Новые спортивные объекты запущены, подписаны от соглашения в работе, а у россиян появился как минимум один дополнительный повод заглянуть в спортзал. Сергей Овчинников, Руслан Пепеляев, Мария Белостоцкая, Александр Хробыстов, Матвей Вершинин. Вести. Перед. В пруд села Устегум выпустили тысячу штук молоди белого амура весом 100-150 граммов. К рыбакам обратились с просьбой не использовать методы ловли. Малькам надо прижиться. Какими ещё новостями богатые наши соседи, узнаем далее в рубрике «Верхниками сегодня». При «Верхниками» в Соликамске стартовал трёхдневный семинар для специалистов по работе с молодёжью. Они и сами ещё молоды, но уже занимают должности в органах власти. Направления у специалистов разные. Спорт, образование, молодёжная политика. Впереди участников ждёт несколько дней дискуссий, лекций, работа в группах и практические занятия. Главная задача – обмен опытом. После участникам предстоит внедрить знания в территориях. Всемирный день художника отметили в Александровске. Педагоги с учениками оформили выставку детских картин. Интерес к живописи, рисунку, скульптуре живёт во все времена. Юные воспитанники детской школы искусств развивают талант художников. Там обучают не только практике, но и изучают историю и теорию искусства. Это позволяет ученикам погрузиться в понимание предмета и расширить круглозор. Также школа принимает участие в разных конкурсах и занимает призовые места. В Кизеле прошёл ежегодный фестиваль «Молодые души» 2023. Были песни, танцы, инструменты, декоративно-прикладное искусство, стихи и поэмы. Участие принимали с разных уголков нашего края. Гремячинск, Кизел, Губаха, Чусовой. Победители определяли голосование. Лучших наградили дипломами и призами. Рубрику «Верхниками сегодня» подготовили Екатерина Зибзеева и Даниил Буторин. Самая таинственная и познавательная ночь. В субботу, 4 ноября в местных музеях, театрах и библиотеках пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств». К программе также присоединится Усолье, Пыскар, Орёл и Железнодорожный. В День народного единства культурные события пройдут под девизом «Россия объединяет». Программы предусмотрены как офлайн, так и в онлайн формате. Так гости Усолья Строгановского познакомятся с ритмом жизни соливаров. В Историко-художественном музее можно послушать лекцию о тайном искусстве знахарей. Библиотеки соберут гостей под знаком «Великого льва». Так называется программа «Ночи искусств». В Музее книжной культуры Алконост вас ждут на лабораторию литератора и встречу с березняковской писательницей Анастасией Разумовой, автором книг для детей и молодежи. Более подробная афиша в группе «Верхнекометовая» во Вконтакте. Вокальное и хореографическое искусство, оригинальный жанр, цифровое искусство и театр. Пять номинаций, свыше 300 участников. Все это я о региональном фестивале молодых креативщиков «Домпром». Вчера мы рассказывали о том, что моя коллега Екатерина Зибзеева стала обладателем спецприза за программу «Начнем с понедельника». А при чем здесь простой работяга с завода и Тина Тернер? Расскажем далее. Не поверите, ребята, где работаю сейчас, где не производят вату, тут аммиак и прочий газ. Именно с этой песней про простого и добродушного заводчанина Кирилл Батуев, сотрудник филиала «Азот» компании «Уралхим», занял второе место в региональном фестивале творческой молодежи «Домпром». Изначально это был конкурс стихов, однако благодаря музыкальным навыкам Кирилл написал авторскую песню к юбилею предприятия. Успешно представили уже ее на многих площадках. Везде она заходит, везде она очень хорошо встречается. Но она веселая, задорная, такая сатирическая от лица мужика-работяги, который поздравляет предприятие свое родное, гордится им и поздравляет его с юбилеем. Еще одна участница фестиваля – Ксения Когут, знакома многим как исполнительница танца «Краба» под знаменитую Тину Тернер. Именно на песню «Королевы рок-н-ролла» буквально за несколько минут до выхода на сцену Ксения и сменила композицию. Изначально я пришла с медленной композицией, но послушав на репетиции, что практически каждый поет медленно, за пять минут до начала прослушивания я решила поменять песню, согласовала все это с жюри дела и взяла, конечно, песню зажигательную моей любимой исполнительницы Тины Тернер. Смену композиции, как выяснилось позже, жюри оценила. Ксения – обладательница специального приза за яркую подачу. Фестиваль «Дом. Пром» является частью масштабной программы комплексного развития молодежной политики в крае «Регион для молодых». Главная цель – поддержка молодежных центров, в том числе и среди работающей молодежи. На фестивале выступили свыше 300 жителей со всего Прикамья. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что в регионе создаются условия, в которых молодежь может реализовать способности в самых разных направлениях. Проведение фестивалей – часть масштабной работы. Участие в фестивалях – это хорошая возможность для ребят заявить о себе, развить таланты. Поэтому главная задача для властей на всех уровнях – создавать условия, в которых молодежи будет комфортно жить, приносить пользу обществу, развивать свой творческий и профессиональный потенциал. Как отмечают участники фестиваля, работающей молодежи в городе много. Важно лишь подтолкнуть, ведь поддержка и признание есть. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Как говорится, культура – это память человечества о самом себе. Благодаря поэзии, музыке и театрам мы знаем, как люди жили в ту или иную эпоху. Чем вам не машина времени? Мы же следим за настоящим городом, держа руку на пульсе. Продолжаем делать это и впредь, только в режиме офлайн. В студии работал Евгений Казанцев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok